МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас мы увидим первый выход Татьяны. Он называется «Образ уверенной в себе женщины». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне не нравится. А что не нравится-то, Сан? Школьная форма. Не, по-моему, перепутали с вами коллеги. Вообще нужно, по-моему, было Александра туда посадить, его переодевать и менять его психологии. У нас совершенно здоровая, нормальная героиня. Трое детей. Посмотрите, какая улыбающаяся Татьяна. Гру, слово не сказано. Про лицо и сказано слово. Посмотрите, какое накислое лицо. А еще бы, после такого. После такого, что она узнала здесь, еще бы она просвела, как маковцы. Давайте послушаем мнение независимого эксперта. Певица Ирина Дубцова. В данном случае, мне кажется, что, как вы выражаетесь, женщина выглядит ваша, как серая мышь. Ну, вы мне рассказали эту историю, я немножко подслушала. Мне кажется, женщина может быть серой, только если у нее жизнь серая. А жизнь серая, кто за нее в ответе? Мужчина, который рядом с этой женщиной? Танечка, бегите переодеваться. А мы сейчас тут вас защитим. Надежда. Саш, ты все время говоришь, надо ее переделывать, надо, значит, вот обязательно что-то изменять и все такое прочее. Это все понятно. Но дело в том, что когда мужчина об этом бесконечно говорит и привел сюда, и намекает очень серьезно, значит, у этого мужчины у самого куча комплексов. Понимаешь, какая вещь? И ты хочешь свалить на кого-то, так проще всего свалить на жену, что она плохо выглядит. А ее переделывать-то женщину не надо. Вообще не надо переделывать. Ей нужно просто сказать хорошие, ласковые слова. Сейчас в данной ситуации все зависит от тебя. Мы ее переоденем. Проблем-то нет. Но мы хотим тоже услышать, как ты ее поддерживаешь. Надежда, спасибо. Велина, вам слово. Послушайте, перед нами резонная женщина с прекрасной фигурой, с бедрами, которым может позавидовать любая мать, не то что троих, даже одного ребенка. У нее, между прочим, совсем не маленький рост, метр шестьдесят шесть, а тем не менее выглядит она миниатюрной, просто воробушком. Эта женщина при всей своей миниатюрности первый же наряд выбирает для чего? Для работы. И правильно делает. Между прочим, этот наряд ей идет, он на ней ладненько сидит. Но это довольно говорящая вещь. Она в этой жизни уже давным-давно надеется только на себя. Она искренне уверена в том, что у нее нет альтернативы, у нее трое детей. И вот этим вот комплектом она вам об этом рассказывает, понимаете? Она не видит в вас ту самую каменную стену, о которой мечтают многие женщины, но мало кто ее нашел. Что касается того наряда, который нам показали, он просто прекрасен. Что касается улыбки на ее лице, ну извините, это не к нам. Спасибо, Евелина. И теперь второй выход Татьяны. Пожалуйста, поддержите ее аплодисментами. Наряд модной мамы. Друзья, хочу вам напомнить. У Тани трое детей. Мне очень нравится. Саша, не будем вас спрашивать или спрашивать? Рубашка мне понравилась. Понравилась рубашка? Ну, слава богу, потом ваша понравилась. Я перебрасывал, ты делал. Более-менее. Да я уже все понял. Ура-ура, мы вообще тут, для чего мы тут все пухаем? Ирина, скажите, пожалуйста. Хорошо, что вы, Танечка, присоединились к нам в цветовой гамме, яркой. Все-таки весна. Все-таки весна. И вам действительно очень идет улыбаться. Если ваша улыбка зависит от вашего гардероба, а не от того, что вам сказал ваш супруг. Просто покупайте себе красивую одежду. Или покупайте себе одежду, которая вам просто нравится, которую вам хочется купить, которая вам приглянулась. Много, причем много надо покупать. Есть много. Муж хорошо зарабатывает? Хорошо, хорошо. Да Таня тоже хорошо зарабатывает. Если это дает вам возможность вот так улыбаться. Конечно. Пусть хотя бы это вам скрашивает вашу жизнь. Ну правда. От всей души вам простого женского счастья. Спасибо. Ирина, спасибо огромное. Ирина, дважды спасибо. Татьяна, идите переодевайтесь. Надежда. Да, я продолжу, так сказать, эту руладу и скажу, что она, конечно, молодец. Я бы посоветовала Тане втихаря не так тебе мстить. Я бы ей, знаешь, не серыми нарядами, я бы посоветовала по-другому. Я бы, знаешь, посоветовала бы ей много тратить денег на себя, причем твоих всех денег. Понимаешь? Чтобы она была красивая, ты не хочешь этого? Вот пусть. Я ей шепну, скажу, трать все, наряжайся и так далее. Чтобы он скажет, ничего себе, ты что, зачем ты это делаешь? Да, сдурела, что ли. А она скажет, ну ты же хотел, чтобы я моделировалась каждый день. Вот я и моделируюсь по полной программе. О, я ей шепну. Надежда, спасибо. Евелина, пожалуйста. Ну, конечно, совершенно фантастические контуры. И у этой женщины прекрасный вкус. Потому что так подбирать пропорции. И, главное, так легко оформлять свою фигуру. Вроде бы без видимых усилий, вроде бы малыми средствами. Может только человек с очень хорошим вкусом. Но сейчас абстрактно. Я вам расскажу маленькую историю, анекдот из жизни. История про любовницу. Приходит одна в сопровождении любящего мужчины покупать себе, ну, роскошнейшую шубу. Цена у шубы, помимо того, что это мех, совершенно космическая. Покупают они эту шубу, отлично уходит, она счастливая, он доволен, она в ней прекрасно смотрится. Через день приходит эта женщина и сдаёт эту шубу. Получает деньги. Продавцы переглядываются. Но так или иначе, бирка на месте, шуба не нужна. Чек, вот он, всё, деньги ей отдают обратно. Потому что, как вы сами понимаете, мужчина расплатился кэшем. Не надо здесь быть детективом Шерлоком Холмсом для того, чтобы понять, что это женатый мужчина. И тратил он на любовницу, а жена контролирует кредитную карточку. Прошло ещё пару дней. Приходит эта же самая молодая женщина, уже с другим мужчиной, который тоже за наличные покупает ей ту же самую шубу. А на ней прекрасно смотрятся. Продавцы, вытращив глаза, смотрят на неё. Но все вокруг считают, что это за счёт того, что она в ней прекрасно смотрится. Мужчина абсолютно счастлив. Женщина тоже. Они уходят, она в этой шубе. Больше она не возвращается. Понимаете, да? Какой высший пилотаж. Это я к тому замечанию, которое прозвучало в программе «Выше», о том, что любовница была хорошая, она тратила свои деньги на вещи. Третий выход Татьяны. Образ, чтобы муж больше не вздумал смотреть налево, а только смотрел на свою жену. Саша, у вас какой-то железобетонный взгляд. У него даже супруга вспотыкается, а ваш взгляд. Давайте ваши эти три рубля вставьте. Пять копеек. Три рубля дорого. Слушайте, он что-то молчит, как мои лягушки. С зимой. Нет, ну а что? Мне только единственное, они сомневаются. И всё, больше ничего. Вот это капрончик это, да? И всё, остальное ты. Ирина. Таня. Вам надо взять это платье. Это прекрасное платье. Пойти в магазин, поменять его на такое же платье, на размер меньше. В соседнем магазине купить бюстгальтер на размер больше. Надеть под это платье. И вот тогда у вас ещё немножко прибавится шансов. Вернуться. На то, чтобы, да, ваш муж смотрел всё-таки больше в вашу сторону. Но оно вам велико. Это единственный его недостаток. Надежда, вам слово. Я вообще не понимаю, Саша, на что ты жалуешься. Потому что, по большому счёту, очень элегантно, симпатично. И все три выхода замечательные. Они разные замечательные. Но они замечательные, правда. Да, другое дело, что нет макияжа, там, аксессуаров нет. Вот я могу тебе снять вот эту штуку, наденешь сразу. И тут же сразу заблестишь и загоришь. Губки подкрасила красным, не стесняясь, и смотришь на него. Сложила бантиком. Вот так вот и смотришь. Ну что тебе? И всё, понимаешь? Эвелина. Кстати, есть ещё один способ сделать то, что рекомендовали вы, Ирина, чтобы не тратить лишнее время, там, что-то покупать больше, меньше. Можно надеть пояс. И вот уже всё уравновесится. Натянется вверх, натянется талия. Вы потрясающе сложены. Вы вот удивительно. Я вижу в материалах дела, сколько вам лет. Совершенно не тянется на свой возраст. Этот силуэт, он абсолютно 25-летний. Спасибо, Эвелина. Татьяна, пришёл момент, мы отправляем вас в нашу магическую комнату, где наши стилисты сделают с вами всяческие французские преображения. А, дорогие наши телезрители, какие преображения сделают наши стилисты, вы узнаете совсем скоро. Оставайтесь с нами на Первом канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!